Вент Флидзе был трехколесной инвалидной коляской. Спроектирована она была и построена Флидзом Пэндом. На Флидзе было заложено основные технологические наработки, которые позже использовались на Мессершмитт кабриолет-микроавтомобиле. В 1948 году бывшему инженеру аэроэнавтики и техническому сотруднику в Люфтваффе после войны, чтобы заработать на кусок хлеба, он разработал коляску для инвалидов. Началось производство трехколесного велосипеда инвалидной коляски. Было начато в своей мастерской в Розенхайме, Германия. Первая, так сказать, опытная модель. Этот транспорт вначале имел три колеса. Передние колеса были от велосипеда, которые управлялись рулем. Также он был вначале с ручным приводом. Вскоре был предложен 38-кубический двухтактный двигатель «Виктория», который имел мощность 1 л.с. Интересно то, что данный двигатель использовался на мото-велосипедах или, как по-нашему, на дырчике. Мотоколяска был разработан с самого начала так, чтобы позже на нее установить бензиновый двигатель. В то время, как ранее трехколесная мото-коляска управлялась передними колесами, и двигатель был связан с одним из передних колес, это было неудобно. Потому было решено через время связать двигатель с задним колесом. «Флитфизер» первоначально выпускался с двухтактным двигателем, который имел 98 кубиков. Но двигатель был позже изменен на двигатель, который имел уже 100 кубиков. Этот автомобиль был изготовлен с алюминиевых панелей, которые надевались на стальной каркас. Крыша прикреплялась к каркасам авто с шарнирами. Чтобы водитель смог сесть за руль, ему приходилось крышу откидывать вперед. После этой процедуры водитель мог сесть за руль и ехать в автомобиле. Первая версия была открытого типа, без крыши. Закрытая версия была предложена позже. Около 250 штук было произведено этих автомобилей. Производство было прекращено в 1951 году. Многие из этих инвалидных колясок были куплены трудоспособными гражданами, которым требовался свой личный транспорт. Это привело Фент задуматься о разработке нового автомобиля. Фент начал проектировать и разрабатывать двухместный автомобиль, аналогичный ему принципу «Флит-Зер». Кроме того, он начал искать производителя для массового производства своего автомобиля. В конечном итоге им оказался бывший работодатель Мэстер Шмидт, который после войны было запрещено производить свои самолеты. Фенду дали и завод в Регенсбурге. Соглашение было уговорить, что все авто, выпущенные будут имя, иметь Мэстер Шмидт. И новый автомобиль вышел под именем Мэстер Шмидт КР-175.